Пока зарубежный масс-маркет плавно уходит с российского рынка, жители Барнаула готовятся переходить на рынок обычный. И прямо сейчас раскупают последние модные остатки. Очереди приличные и главное не подраться с кем-то за последнюю кофточку. Расскажите, пожалуйста, за кем можно встать? Перед окончательным уходом из нашей страны шведский магазин решил провести разовую акцию и распахнуть свои двери. Но многие задаются вопросом, для чего? Это жест щедрости или способ быстро продать залежавшиеся остатки? И ведь распродажа проходит почти без скидок, а некоторые вещи продают даже с наценкой. Но людей это не останавливает, они продолжают выстраиваться в очереди. И чтобы не было давки, в магазин пускают партиями по 50 человек. Очередь очень медленно продвигалась. Ну, когда сказали, что можно заходить, мы почти что пробились. Ну, с коляской нас пропустили, потом долго ходили, выбирали, потому что вещи как бы уже разбросаны и не сильно их много. Примерочные были заняты, поэтому мерили так. Есть что-то, в школе что-то забрали, уже размерного ряда, как такового большинство нет. Но удалось, те, кто хотят, приходят с утра и добиваются поставленных целей. Мы почти 3 часа спели, почти 4 часа. Да, просто ровно такая же очередь, как на вход, так же и кассам. Народ наш запасливый, вещами закупился на годы вперед. Но вот где планируют одеваться потом? Я вообще не понимаю, неужели у нас на рынке так мало товара, чтобы вот так стоять, биться. Мы люди из Советского Союза, и меня просто это шокирует. Ну, а где вот сами одеваетесь сейчас? Ну, я в основном на Новосибирске, на Опте. На Опте? Ну, да. Ну, а вот по качеству-то там вещи лучше, наверное, чем эти? Ну, всякие разные есть, на любой кошелек. Вы сильно расстроены, что вот сейчас такие магазины уходят с вашего рода? Да. Ну, это дает возможность российским брендам развиваться. И как бы, ну, я не расстроена, честно скажу. Ну, а вот альтернатива-то какую-то, видите, вот где теперь? Ну, конечно, это в городах-миллионниках больше на данный период времени развито. Но будем надеяться, что и порноульские наши дизайнеры не подскочают. Поэтому есть, есть возможности. Точки крупнейшего в Европе магазина одежды планируют закрыть в России, когда будет распродана хотя бы половина ассортимента. Люди по-разному относятся к уходу зарубежных брендов с отечественного рынка. Между тем, по данным рабочей группы Национальной технологической инициативы, которая оценивает продукты рынков, российские фэшн-производители смогут занять потребительский рынок не скоро. По оценкам экспертов, его половину закроют лишь к 2030 году. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком. Мария Мацаев. День с толком.